Друзья, здравствуйте! Меня зовут Юра, на связи Горьков Чай. И сегодня мы поговорим о том, что такое красный чай или черный чай в понимании отечественного потребителя. Ранее мы говорили уже о зеленом чае, говорили о белом, о пуэрах. Вы можете это посмотреть у нас на канале. А сегодня мы поговорим о красном чае, что это вообще такое. Красный чай – это наименование китайское. Китайское наименование нашего хорошо всем знакомого, известного черного чая, который вы, наверное, часто пьете дома у себя. Так вот, китайцы называют чай из-за цвета настоя. Он реально такой коньячный, более бордовый. Мы же чаще всего называем чай черным, поскольку чайный лист черный, который мы пьем, соответственно. Но китайцы знают, что чайный лист черного чая может быть и золотистым. Так вот, как делают черный чай, почему его стоит пить? Черный чай – это, по сути, по своей названию черный или красный чай – это название ферментации. То есть чайный лист берут, собирают, также его сушат, также его вялит, скручивают. Но все это делают более интенсивно. То есть его прогревают, мнут, рвут гораздо более сильно, чем зеленый чай, чем белый чай. За счет этого большая часть чайного листа просто становится черный. Если взять яблоко, к примеру, да, и побить его очень сильно, он станет чернее. То есть это и есть то, что делают с черным чаем. Его мнут, рвут, греют, чего только с ним не делают. В разных провинциях свой разный чай есть. В Юнане день хуны, там в Фудзиане сяо джуны. Но технология везде очень похожая. Нужно максимально сильно разрушить чайный лист, чтобы он стал красным чаем. Китайцы называют красный чай хун ча, красный чай, или хун ча. Мы его называем в России черный чай, но те, кто в китайской теме, те называют тоже красным чаем. И это ни в коем случае не каркаде какой-то, это именно черный чай в нашем понимании. Так вот, зачем вообще нужно его пить? Если вы ни разу не пробовали китайский красный чай, то вы вообще не понимаете, что такое черный чай в целом. Поскольку многообразие его вкуса и сам его химический состав очень хорошо подходит для северного человека. То есть для европейской части населения черный чай – это лучшее, что можно придумать. Он хорошо прогревает, у него очень сильная огненная энергия. То есть это чай, который прогревает вашу ци, назовем так, в Донтьяне. И вы начинаете себя чувствовать очень хорошо, очень бодро. Хочется работать, действовать, двигаться. Это чай, который поджигает. Действительно, если у вас хоть какая-то простуда есть, обязательно попейте красного чая. Там сяо-джуна, деньхуна или более дорогих сортов. Вы почувствуете, как вам становится гораздо лучше. Вкусовые особенности красного чая достаточно разнообразны. Вы найдете абсолютно любое решение. Там есть и фрукты, есть и сухофрукты, какие-то шоколадки, хлебные ноты и так далее. То есть красный чай – это просто целая огромная вселенная просто китайского чая. Польза его также очень сильно распространяется на органы пищеварения и на кровеносную систему. Поэтому, если вы чувствуете, что что-то с желудками так, попить красный чай – это то, что вам необходимо. Завариваем мы его часто в глине, в глиняной посуде, да, или в фарфоре тоже можно. Но лучше в глине, чтобы он хорошо там прогрелся. Надеюсь, это видео было вам полезно. Подписывайтесь на наш канал, там вы найдете еще больше информации о китайской чайной культуре. И за дьен.